Довольно часто мы встречаем на улице целые стаи бродячих собак. Порой они выглядят довольно мирно, но могут и напасть. Поэтому у каждого есть свои собственные правила, как вести себя в отношении бродячих животных. Для начала мы узнали правила пермяков. Нужно просто идти не спеша и осторожно, и не нести с собой мясо, и нормально сегодня. Я остановлюсь сначала, посмотрю, может палка какая-нибудь рядышком есть. Я, наверное, попытаюсь как-то обойти их, и если они очень близко, то, наверное, встану и буду стоять, ждать, пока они уйдут. Чаще всего бездомные собаки собираются в стаи возле кормовой базы. Это свалки, мусорки, гаражные кооперативы, где животных могут подкармливать. Для них это территория, которую они охраняют. Поэтому при появлении на своем пути стаи собак лучше пойти другой дорогой, рассказывает кинолог Виктор Шулятьев. Если сделать это невозможно, запомните несколько простых правил. Паники быть не должно. То есть человек, который закричит, тем более истерично закричит, это добыча. То есть собака поведет себя по-другому. Вести себя спокойно. Первое, что можно, ну, например, выставить вот это же ведро, дипломат, скажем, котом какая-то выставить. Это как длинная рука. Собака уже поведет себя по-другому. Очень сильно влияет зонтик. То есть если зонтик взять и открыть над собой, то вы увидите реакцию. Животное будет меньше атаковать, если встать на какую-либо возвышенность, например, скамейку. Главное не бежать. В вечернее время напавшую на вас собаку можно отпугнуть лазерной указкой либо фонарем. Самое главное дать понять, что вы не боитесь животное. Если есть электрошокер, можно дать разряд в воздух. Ну и вот, пожалуй, самое удобное на сегодня средство. Сегодня в магазинах можно приобрести вот такой отпугиватель собак. Ультразвук этого прибора способен шокировать и испугать животное. Пока собака в замешательстве, у вас есть время принять меры безопасности. И даже на таком расстоянии собака что-то чувствует. Кто-то из великих сказал, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Тут, конечно, есть доля истины. Но он любит своих собак, а не собак вообще. Псы – это животные. И подчиняются они не закону, а только своим инстинктам и рефлексам. В случае укусов необходимо сразу же обратиться в ближайший травмпункт. Собака с неадекватным поведением может быть больна бешенством, а оно неизлечимо и помочь может только вакцинация.